Время. Ну, во-первых, календарь. У нас есть такое понятие, которое называется календарь. И вот календарь у нас отчитывает последние дни, часы и минуты до окончания этого 2019 года и наступает у нас 2020 год. Я хотел бы сказать, что всё началось, многие говорят, с Вавилонской башни, но до Вавилонской башни и вот эти вот языки и так далее. Считается, что единственным языком был санскрит, из него вышли все языки. Ну, называйте это гипотезой, как угодно, но вот так считается. И вот на санскрите слово календарь состоит из двух частей – кала и дара. Время, что означает время, дающее или время дарящее. Кала, каландара, да, это называется. То есть дающее время. Дающее время. Кто даёт время? Ну, как вы думаете, кто даёт время? Ну, риторический вопрос, наверное, многие знают, может быть, не смогут это, так сказать, описать. Даёт время, вот оттуда идёт время. То есть, скажем, Бог, Всевышний, там, я не знаю, как угодно называйте. Потому что это закон, и он имеет, вот это время имеет, скажем, статус закона. Законное надо соблюдать. Законное надо соблюдать. Причём время – это всё понятие очень и очень относительное. Но это так описывается. Причём в хронологическом порядке есть предсказательное. Вот в данном случае как раз предсказательное. Негодательное, а предсказательное. Мунданное, скажем, астрология, есть такое понятие. И предсказательное писание, где предсказывают появление великих, высших существ, которые к нам приходят иногда, посылаются к нам на землю. Ну, мы знаем, вот в данном случае я сажусь рядом с Аватаром Будда, Сиддхарта Гаутама. В нашем мире он пришёл как человек. Это Кришна, который пришёл в 5000 лет. Это Господь Читания Махаправу, пришедший в Майяпур, допустим, 500 лет назад. Это Иисус Христос 2000 лет назад пришёл. Ну, и много-много-много-много других вот таких вот Аватаров. И вот это время, оно имеет цикличность. В нашем сознании это трудно уложить, поскольку мы мыслим категориями только того времени, которое нас научили. То есть учебники истории, учебники географии и так далее. Научили какие-то, ну, сегодня это интернет нас обучает. А до этого нас учили учителя, родители, школа, ну, сверстники и так далее. Это называется Маха Калпа. Маха. Маха это большой, Калпа это период времени. Или великий цикл. Он состоит из 622 триллионов, 622 триллиона, 80 миллиардов земных лет. Ну, мы, наверное, понимаем, что это всё относительное время течёт относительно, да, относительно нас, людей, проживающие в данную пору, вот, живущие там сколько там, 70, 80, 90, ну, 100 лет будем считать. Это, конечно, цифра совершенно невероятная. Но у нас есть бабочки-оддоневки, которые живут один день. Для них цифра человеческой жизни, ну, совершенно невероятная, если бы они могли это осознать. Поэтому высшие существа, живущие там наверху, они живут, ну, по другим критериям, но в переводе на наши земные годы, это вот такая вот цифра. Наша материальная вселенная, следующий цикл, это наша материальная вселенная, она состоит, срок её, продолжительность её существования, имеет ограничения, да. Триста, в два раза меньше, триста одиннадцать триллионов, сорок миллиардов наших земных лет. А следующий цикл, ещё раз, надо будет, короче, в данный момент мы прожили половину такого цикла. Он определяется длиной жизни высшего существа, создателя этой материальной вселенной, которого зовут Брахма. Вот, срок продолжительности Брахмы, создателя материальной вселенной, соответственно, его, ну, кстати, после окончания этого создания будет новый Брахма, будет новый цикл и так далее. Вот, мы пока берём цикл вот существования вот такого периода, который я сейчас только что рассказываю, да. И вот, на сегодняшний день мы прожили в этом цикле, ну, и, соответственно, Брахма прожил в этом цикле 50 лет своей жизни. Вот, поэтому, можно сказать, жизнь только начинается, вот, но там по-другому. Это только у нас, она начинается, продолжается, заканчивается там, там по-другому. То есть, мы прожили на сегодняшний день в рамках вот этого цикла материальной вселенной половину этого, то есть, 311 триллионов, 20, сколько, 311 триллионов, нет, 155, половину, да, 155 триллионов, 250 миллиардов, так считается, земных лет. Ну, примерно, да. То есть, мы сегодня находимся в полдень, да, у нас по времени это полдень, вселенский, правда, полдень. Вот, следующее называется Викалпа, это большой Ви, это большой в переводе со санскрита, величественный, великий, великий, это и есть цикл. Так, вот этот цикл составляет уже, значит, в 10 раз меньше, но самое главное сейчас, сейчас цикл для нас более-менее относительно понятный цикл, в котором мы все существуем. Этот цикл называется космический день, день, да, день, не год, не жизнь, да, а день. Вот этот день равен, вселенский день равен, 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Вот это то, где мы существуем. И вот этот день, космический день, вселенский день состоит из 4, скажем так, сезонов. Ну, как у нас, весна, лето, зима, осень, зима, да, 4. Здесь тоже 4. Число 4, мы чуть дальше к этому перейдем. Очень такое серьёзное число, опять же, мы об этом поговорим, что конкретные вот вопросы есть. Это кармическое число 4, ну и вот этот вот 4 вот этих сезона. То есть они символизируют, то есть они постоянно повторяются, да, мы все прекрасно помним столько лет, сколько мы живём, мы столько помним этих сезонов, которые на нашем жизненном пути уже прошли и которые будут проходить столько, сколько мы будем продолжать жить, скажем, в этом теле, да. Мы будем это помнить. И вот цикл прошёл, сезон сменился, он остался в прошлом. И 4 символизирует наше прошлое. То есть планета Раху, четвёрка, это и есть наше прошлое. Я сейчас заканчиваю с этими циклами. То есть эти 4 цикла делятся по протяжённости, протяжённость каждого цикла. Самый большой цикл – это Сатия-Юга, это называется. Юга – это цикл, да, на Санкт-Петербурге. И вот этот цикл составляет 1 миллион, что-то 800, там с чем-то тысяч лет. 1 миллион, да. Следующий цикл – это Трета-Юга, составляющий 1 миллион 200, там с чем-то, 48, по-моему, тысяч лет. Дальше будет у нас, значит, Сатия-Юга, Трета-Юга, два пара-Юга. Это 896 тысяч лет. И Кали-Юга, который составляет 432 тысячи лет, 5000 лет это прошло. То есть об этом мы уже много раз говорили, это описано везде. Мы об этом, значит, говорить не будем. Но дело в том, что между этими циклями и внутри по истечению каждого цикла наступает сезон материального разрушения, частичного разрушения материальной вселенной. То есть нежелательное население планеты, вот то, что мы там говорим, где-то там слышали, там миллиард. Это и есть так называемый цикл, который, ну не цикл, а переход, переход с одного цикла в другой цикл, он сопровождается какими-то изменениями. Эти изменения – это разрушающие, скажем так. Это не то, что это как бы, вот как некоторые говорят, страшилки. Это так оно и есть. Поэтому мы просто этого не помним, верно? Сколько мы помним тысяч лет? Ну две, ну три, ну пять, ну где-то прочитали. Но прошло уже пять тысяч лет, верно? Сначала последнего цикла, а что было до того, мы же не помним. Мы только читали где-то там, и в Библии написано о том, что люди почему-то жили тысячу лет, правильно? Об этом говорил у нас генетик Петр Горяев. Мы, кстати, с ним в следующие выходные будем встречаться на нашем канале. Об этом другие люди говорят. Вот, рост этих людей был в 10 раз больше, чем наш рост. Скажем, если у нас условно там 2 метра, метра 70, метра 80, то там люди были ростом 20 метров, 18 метров. И каждая следующая юга, высшая юга, это все увеличилось в 10 раз. Продолжительность жизни увеличилась, рост их увеличивался и так далее. Для того, чтобы нам всем выйти из-под влияния каких-то вот этих вот вещей. Поскольку, с одной стороны, это называется наша планета, наша планета Земля. На самом деле, это называется мритью, мритью лока. Мритью – это смерть. То человек смертен, правильно? Биологическая функциональная возможность человека, как нашего, скажем, физического тела смертна. Поэтому здесь все умирают. Умирают для того, чтобы потом родиться и так далее. И для того, чтобы понять связь нашу, там, скажем, с какими-то другими высшими инстанциями, для этого приходят на Землю великие там учителя, ачарьи, там, риши приходят на Землю, их называют. И они дают нам возможность выйти из-под влияния. Это ответ, значит, одной дамы, как получить инициацию. Вот был вопрос, как получить инициацию. Поскольку люди, которые получают инициацию, они посвящают себя своему духовному учителю, служению. Они служат духовному учителю, поскольку у каждого человека ранее на Земле был учитель. Ну, за исключением каких-то совсем уже, совсем людей, которые вышли на уровень. Для них учитель непосредственно Всевышний, они вот только с ним пытаются контактировать, если получается. А так, все-таки, контакт идет через учителя, через духовного. И вот был такой человек, его звали высшее существо, тоже его звали Йог Патанджали. И он пришел на Землю для того, чтобы дать понятие восьмиступенчатого соединения с высшими инстанциями, будем так говорить. Вот это вот соединение с высшими инстанциями получило название Аштанга Йога или восьмиступенчатый путь познания Я. Тут надо сказать о том, что вот многие говорят, что еще раз вернусь с самого начала, о том, что там Вавилонская басня, там языки и так далее. Я в воскресной передаче говорил о том, что простиралось ведическое общество, не было разделения на страны, государства, языки, и никто не боролся за какой-то свой приоритет, за свое величие. И вот она простиралась от Скандинавии, поэтому скандинавские саги, допустим, руны, это все элементы, как сегодня мы говорим, гадания. Гадания на самом деле это не гадания, это часть знаний, которые пришли к нам через вот эти вот элементы, которые сегодня мы только называем гадания. И таро, это не гадания, абсолютно точно это не гадания, можно как угодно, есть же люди, которые действительно медитируют, их же немного. Учителей очень мало, экстрасенсов очень мало, можно называть себя кем угодно, на самом деле ты таковыми и являешься. Ну, еще одно чувство у тебя есть, а их было неизмеримо больше. Так вот, языки, они центром была как раз-таки сегодняшняя, скажем так, Россия, будем так говорить. Сегодняшняя Россия, ну и там не было разделения на каких-то вот сегодня там отделенных стран, якобы бывших республик. И вот, к примеру, да, что такое восьмиступенчатая система? Она носит понятие аштанга, аштанга, ашта, ашта, да, ашта на санскрите, это число восемь. Почему восемь, кстати? Мы сейчас перейдем, я покажу одну интересную вещь. Ашта, значит, смотрите. Это литовский язык. Ну и так далее. Вот, аштани, да, ашта. Откуда, почему? Это ведь перевод, восемь, это же перевод санскрита. Откуда тогда в Литве это есть? Откуда тогда есть элементы? Ну, мы видим о том, что есть много сочетаний, кстати, на санскрите. Три, будет три и так далее. Там очень много слов, которые в русском языке, а ведь изначально, если считать, что это так, это же был санскрит. Кстати, на латышском Эдуардос тоже очень похоже. На сегодняшний день люди, понимаете, они перешли, мы, вот мы, да, перешли к чему? Мы перешли сразу, минуя все ступени, мы перешли к четвёртому из восьми элементов соединения с высшими силами. Мы перешли сразу к позам, к асанам. Почему так нас научили? Нас научили, естественно, очень немногому. Вот, как, к примеру, нас научили гороскоп, все говорят. Да я лев, я там это самое, да ты лев, ну дальше что, ты лев. Или там ещё более того, в Китае, я дракон, я там тигр, я там это самое, крыса, как сейчас, да? Ну, это элементы какие-то, которые, да, они существуют, да, но это всё равно очень и очень мало. Так вот, допустим, есть такой элемент практики для того, чтобы понять, кто мы есть, а мы тело, дух, душа, тело, ум, душа. То есть такая практика, она называется, духовная практика, она называется самкертана ягья. Ягья – это ягья или аджна, нет, точнее, вот как это самое, наш третий глаз, да, вот так называется. Она, это практика общения с высшими силами, с путём определённого ритуала. То есть обязательно там есть благовоние, обязательно там должен быть огонь, обязательно должны быть цветы, молоко, фрукты, топлёное масло обязательно. И человек, его называют пандитом, который читает мантры. Он должен читать, он должен обладать качественным, поскольку мантры – это просто конкретный, скажем, звук, конкретный звук, сочетание звуков и вибраций, вот это, которое позволяет нам войти Акаши Патана, это называется. С помощью мантр мы можем войти, Акаши Патана – это эфирные коридоры. Вот эти эфирные коридоры позволяют нам связаться с высшими слоями нашей материальной, пока только говорим материальной вселенной, для того, чтобы каким-то образом там побывать. То есть мы можем побывать там, если с помощью определённых практик захотим. Я сейчас вернусь всё-таки на нашу Землю и к нам, человекам, которые существуют благодаря вибрациям связи с планетами. И мы находимся под влиянием всех планет. И выйти из под влиянием, условно выйти, вы не выйдете. Вы можете думать, что вы вышли, только если вы не будете ни в чатах никаких, если вы будете уже в том мире, тогда вы вышли. Но, конечно, путь должен быть какой-то, в общем-то, постепенно надо переходить. И вот Санкерта, я просто закончу. Санкерта на Яге – это воспевание святых имён Бога. То есть это и есть та самая истинная медитация. И вот получить инициацию – это войти в поток, скажем, духовного какого-то эгрегора с каким-то определённым учителем. И вот считается, что если человек истинным вошёл туда, но сегодня, к сожалению, огромное количество школ. Огромное количество школ. И, кстати, вот не в пику, я не люблю это слово, а просто как информация к размышлению. А давай-то не божеупасение является, как раз-таки той школой, которая позволяет выйти за пределы... За пределы материального как бы можно быть на самом верху, выйти. Но в духовный мир попасть нельзя, поскольку нету личностного аспекта, конкретного, скажем, вот поэтому Будда, будучи аватаром, говорил своему любимому ученику, ты идёшь в нирвану, я иду выше. Выше – это духовный мир, поскольку он был послан верховной личностью Бога, так называется. Точно то же самое был, скажем, Иисус Христос. Поэтому в ведических предсказаниях, которые называются Пхавишия Пурана, описывается, когда придёт Иисус Христос, а Будда пришёл до того. Описывается конкретная личность, которая придёт, родится тогда-то, в таком-то месте родится, и будут делать вот то, вот, 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 вот. Понимаете? То есть это, это то, что вот было записано, то, что мы нашли. Записано это было значительно, вообще-то, раньше, но считается, так сказать, было понятно нам с момента наступления вот этой Кали-юги. Итак, Мрития Лока. Мрития Лока – это планета смерти. Смерти имеется в виду не то, что мы туда пришли, там мы все действительно умрём, правильно? Рано или поздно в этом теле. Тело разрушится, мы перейдём в другое состояние, мы будем постоянно умирать. То, что называется сансара. Умирать, раздаться, умирать, раздаться, умирать, рождаться. Но в то же время высшие существа знают о том, что здесь есть трамплин. Здесь есть трамплин для вознесения в высший мир. И вот эти люди находятся, скажем так, в высших и закрытых для обычного человека, в закрытых, скажем, промежутках времени и пространства. Ну, чтобы было понятно, о чём идёт речь, они находятся, скажем так, в Шамбале. Хотя не совсем так, но и Шамбала, опять же, это какая-то такая, её ассоциируют, допустим, с Гималаями, что и есть. Потому что Гималайи сегодня непроявленные, повторяю, Гималайи, потому что есть проявленные Гималайи, это то, что мы видим. И там Эверест, там Дземалунгма, там это всё очень маленькие, скажем, горы, относительно маленькие. Потому что протяжённость их неизмеримо выше, неизмеримо больше. И там где-то, там находится вот такая мистическая, как её называют, страна Шамбала, где кто-то бывал. Где кто-то бывал. Там бывали Рерихи, как мы знаем, ну, вроде бы бывали, да. Там бывала Блаватская, вроде бы, да, оттуда она черпала вот эту информацию. Там искал Гитлер вот эту вот Шамбалу, чтобы стать властелином, там искал Сталин. Ну, были программы, кстати, я делал программы на эту тему, там была экспедиция Блюнкина, я под Блюнкин был, в общем, Бокий. Вот. Вот эта картинка. И скажите мне, что мы видим на этой картинке? Может быть, кто-то разберётся, что тут видно. А я потом прокомментирую. То есть в этой картинке есть код, как он написал этот код, нумерологический код. Вот. Это был эксперимент. Это было в Камбодже. Во время зеркальной полеархеологической конструкции, так называемого виртуального моста Анкор, зеркала в Новосибирске, Тереза, зеркала в Новосибирске, в Камбодже, на моей волшебной фотокамере, волшебной в кавычке, поскольку это была фотокамера, ну, для определённых целей, было получено нумерологическое, в кавычках, послание с Марифотом. Ну, что мы видим? Мы что-нибудь видим, друзья? Я задаю вам вопрос, может быть, кто-то что-то увидит. Не видно, да? Пока нету комментариев. Вечность Сердца и Дракона. Так, ещё что-то? Знаки. Какие знаки? 7-8-1. 7-8-1. Ну, вот, я не знаю, кто вы. Напишите ваше имя. Человек. Ольга. Ольга, вы очень близки. Я не вижу 7-8-1, если честно. Знак бесконечности. Вот написал у нас Габриэль, да? Но для начала, Вечность Сердца и Дракона – это не нумерологическое послание. Это уже, скажем, ну, мы видим то, что мы видим. Вы знаете, я лично увидел она. Я лично, Габриэль, да? Любой, она. Я увидел здесь восьмёрку. Я рассматривал это секунд, наверное, 10-15. Потому что я вначале ничего не увидел. Но при том же самом разрешении. А вот здесь у нас есть вторая фотография, где стоит уже штамп. Стоит... Сейчас, где она? Вот здесь стоит уже, видите, дата здесь стоит. 08.12.2019. Вот смотрите, для меня показательно что? И мы сейчас перейдём к нашим конкретным вопросам. К цифрам перейдём. К нумерологии. Значит, я увидел там восьмёрку. Короче говоря, то восьмёрка считается на востоке самой главной планетой. И это и есть интерпретация. Вот то, что у нас спросил Александр Васильевич Трофимов. У нас спросил дать его вот эту вот, скажем, мою интерпретацию. Я не претендую на исключительность. Но как я вижу, как я понимаю. То есть восьмёрка – это у нас Сатурн. Или Шани. Шани на санскрите – это медлительный. Это тягучий. Это очень и очень важная планета. В плане того, что она символизирует в карте человека, отвечает за его жизнь. Продолжительность его жизни. То есть Сатурн – это действие кармическое. Это восьмёрка. То есть это люди, которые родились 8, 17 и 26 числа. Они должны очень и очень задуматься над всей своей жизнью, для того, чтобы соответствовать энергиям этой планеты, которая, как правило, очень и очень разрушительна. Я говорил о том, что не рекомендуется смотреть в глаза Сатурну, как большинству, как личности. Иначе можно очень серьёзно пролететь. Он видит насквозь. Просто больше, чем рентген человека. Его мысли, всё что угодно. Вы можете думать о том, что вы в какой-то весе очень себя светлый пушит. На самом деле нет. Сатурн это всё увидит. Итак, это вершитель судим. Он может сделать человека из совершенно нищего, он может сделать его очень великим царём. Он может, наоборот, спустить его на землю, бросить его, так сказать, лицом в грязь. В гневе разрушает он всё. Если не дай Бог, мы идём против. Если мы, не дай Бог, не зная этого, а незнание не освобождает от ответственности, мы навлекаем на себя величайшую опасность. Есть огромные, ну есть просто невероятные совершенно, можно называть их сказками, истории, притчи и так далее. Когда у самого Шивы, в Спарвате, когда родился сын, которого называли Ганеша, он его напрочь раздолбал, он его взорвал. Он на него посмотрел, и голова у него взорвалась. Поэтому голова у Ганеша, как мы знаем, так сказать, слоногие. Ну, там без деталей, откуда это всё произошло, но вот таким образом. Иначе, да, ну и так далее. Короче говоря, Сатурн, это в плохом понимании, да, если мы не следуем, это страдание. Но страдание, понимаете, есть люди, которые истязают свою плоть. Это аскеза. Это лишение. То есть человек, понимая о том, что он не тело, а он душа, он не заботится о своём теле, он заботится о своей душе. И вот это вот и есть, вот эти аскезы, вот эти страдания, способствуют развитию, росту нашей души. И понимание того, кто мы есть. задержки, преграды, процессы нашего, он задерживает, сдерживает движение, замедляет и сдерживает движение на пути даже к росту. Если мы говорим о том, что есть люди, которые так называемый термин такой, поражённый, поражённая Луна, поражённое там Солнце, поражённый Сатурн, даёт людям очень серьёзные физические заболевания. То есть глухота, слепота, заикание и разное уродство. Вот представьте себе, человек родился, я слеп. Но он мог и родиться слепым. Но расскажите, что происходит с этим человеком? Это очень ему, ну сами понимаете, человек с физическим уродством, верно? А как относятся к этому родители? И расскажите, как это можно объяснить? А никак. А никак не объясняют. Но если считать о том, что Сатурн, поражённый Сатурн, даёт вот такой вот физический, очень серьёзный недостаток, ну тогда с этим надо как-то разбираться, верно? То есть мы не знаем вообще ничего. Ноль, полнейший ноль. Только мы такие крутые, мы раздаём всем советам. Мы приходим и всем даём, как надо жить. Я очень и очень, так сказать, советовал бы нашим всем, даже высокообразованным философам, этого не делать. Это ваш путь, который вы прошли, и даю честь вам и хвала. Но это не значит, что тот человек, который там находится, рядом с вами, вы ему дадите совет, понятия не имея, кто он и что он. Зачем? Вы что, уверены в этом, о том, что вы это всё знаете, и действительно этот человек воспримет это? Поэтому лучше, так сказать, слушать, слушать, и нет никаких проблем. Больше слушайте. И не надо говорить о том, что как надо делать. Советы дают только те, у кого спрашивают советы. А если не спрашивают, то зачем же их давать? Не тратьте энергию на это просто. И всё. Так вот, на низком уровне Сатурнен – это планета эгоизма. Он указывает на самые какие-то глубинные, устойчивые эгоистические повреждения человека. Инстинкт выживания, потребность продолжения своего существования – это страх, это эгоизм. То есть в основе эгоизма лежит как раз таки страх. То есть человек пытается показать, он боится, что его не воспримут. И тогда он начинает показывать себя со всех сторон. Это то, что называется self-esteem, exaggerated или завышенный, неизмеримо завышенная самооценка. Не надо быть крутыми, не надо быть, а мы рождаемся. Я же вижу эти матрицы одна за одной, раз за разом. Завышенный, завышенный, завышенный. Это природа наша. По-другому быть этого не может. Ваша задача, наша задача каким-то образом, дай Бог, что у нас есть интуиция, у нас есть способность создавать новое на базе того старого. Мы ничего не можем сделать. Мы сейчас перейдем к конкретным датам. Я просто хотел бы, чтобы вы понимали, и опять же, я очень уважаю академика Александра Трофимова. Я хотел бы все-таки дать, это мое понимание, я не говорю, что оно именно такое, какое вам надо воспринимать, но я, например, так анализирую. И просто те люди, которые родились 8, я бы сказал, 17, 26 числа, они изначально уже находятся под влиянием Сатурна. Далее, я напомню, если у вас дата рождения вместе с месяцем, день рождения вместе с месяцем, и плюс 4, чтобы получить 8, вам надо иметь 4. Правильно? Потому что 2020 это четверка. То есть, день рождения плюс месяц рождения в сумме должно составить 4. В сумме, да? Ну, если мы сократим, отбросим это вносное число, сократим до единственного, то 4 плюс 4 будет 8. Вот наш код будет проходить под влиянием восьмерки. Под влиянием восьмерки, что есть Сатурн. То есть, у вас этот год ваший и вот этот знак предостережения или точнее, даже не предостережения, это знак того, что этот год будет восьмерка учитель наш. Учитель наш. Понимаете? Очень серьезный. Смотрите, что было в 2019. 2019 год, если мы просуммируем, да? Тройка. Правильно? Тройка. Теперь смотрите, давайте мы сопоставим несколько цифр. Что такое тройка? Тройка – это учитель, это гуру, это очень позитивная, самая позитивная планета. Юпитер – это гуру всех высших существ, те, которые управляют нашими планетами. То есть, это Солнце, Луна, они сидят на скамейке, в аудитории, на трибуне стоит Юпитер, и он нам говорит, как надо себя вести. Понимаете? Даже они, такие высочайшие существа, потому что каждой планетой руководит личность, она имеет свой физический облик. Когда-нибудь поговорим, кто эти люди, их, скажем, качество. Люди, высшие люди, полубоги их называют. И вот он им дает советы. Это не значит, что он, так сказать, он разумнее, будем так говорить, и это говорит о том, что мы люди, а нет, мы считаем, что мы самые умные. Можете представить себе, там подчиняются вот этой иерархии, у всех, у всех-то единого должны быть гуру. Правильно? Раньше было. Не то, что должны быть сегодня. Но не хотите, не имейте. Давайте, общайтесь напрямую с Машияхом, общайтесь там, Ягве, кто там с кем, с Аллахом, как угодно. Это же нет вопросов, нет проблем с этим. Просто будете ли вы там с ними общаться, это мы не знаем. А учитель, он проводник. Он считается априори, как пандиты, допустим, которые делают эти вот Яги и Ляджина, они делают вот эти вот ритуалы общения с высшими слоями, и те нам помогают. Что самое интересное, высшие существа, они нас любят, они нам помогают. Если, конечно, мы действительно нуждаемся вот в этом. тройка – это учитель, четверка – 2020-й – это карма. Вот мы сейчас перейдем. Значит, смотрите, карма, вот пишет одна дама, вот у меня в семье какое-то вот такое сочетание, четверок и семерок. а одна говорит, другая пишет, у меня значит, как она пишет, день четверка, так, а общее кармическое число семерка. Вот так и живу. Ну и замечательно, значит, вам дан план. Изначально вам план. То есть, вы должны понимать о том, что четверка нас тянет назад. Четверка – это раху. более прогрессивная, если можно так выразиться, семерка. Семерка, она вперед. А вот есть такое понятие карма, да, мы знаем. Есть ви-карма, есть а-карма, есть прорабха-карма. Вот прорабха-карма это наши накопленные за все наши там воплощения, за все наши жизни какие-то мы создавали какие-то делали какие-то поступки. Но мы сейчас не говорим о позитивном, потому что, как всегда, у нас есть какие-то вопросы, проблемы и так далее. Мы сейчас говорим о том, что мы совершали не те действия, которые мы должны были совершать. И вот это и есть прорабха-карма. И раху это сигнификатор, будем так говорить, нам, чтобы мы вошли каким-то образом, не важно, вот у нас есть Ольга Викторовна, она нас ведет, она может войти в лакаж, ше-рекорде, Акаши это слой информации, вот Акаши Патана, слой информации, где наши прошлые жизни видны. И мы можем теоретически переписать, я не верю, что можно переписать прошлое, это как пойти попросить благословения, отпустите мне грехи. Ну, отпустили грехи в надежде на то, что мы грешить-то больше не будем. Ну, хорошо, отпустили. Да, нам легче стало. Да, конечно, но грешить-то уже больше нельзя, но для того, чтобы не грешить, надо знать, как надо себя вести, верно? Потому что человек как бы считает, что он делает на благо, а почему тогда есть такая поговорка, благими намерениями выслана дорога. Я уже говорил, это в передаче, вот сегодня, София, я говорил, ну, это же ведь, это же не я сказал, верно? Это не мое мнение, это чистая логика. Можно воспринимать как угодно, можно защищать себя. Я всеми силами хочу дать эти знания. Да, это потрясающая самоотверженность. Но хотят ли они, те люди, которым вы хотите дать эти знания, их получить? Но есть же люди, которые не готовы, есть люди, которые хотят жить в невежестве. Да есть такие люди? Да их же 90% всего, если не больше. Ну, так не мешайте им жить. Это их карма. Понимаете, есть болезнь, да, когда отрезают там руку, ногу или какой-то орган для того, чтобы тело спасти. Но это своего рода экзамен на понимание нашей природы. Если мы не поняли, так хорошо, так не мешайте уйти. Он же не умирает, человек, мы же это уже знаем. Но человек-то не умирает. человек уходит. Вопрос другой. Мы сейчас перейдем. Видите, опять все, не удается перейти. Но даты, они интересны только вам, простите, друзья. Они интересны только вашей конкретной датой. Потому что я сейчас говорю, гораздо более важно, на мой взгляд. Так вот, значит, смотрите, люди совершают какие-то, неведомые, что творят, как мы знаем, да. И вот, что происходит. Кто-то кончает жизнь самоубийством. Это грех во всех религиях. То есть, мы отнимаем то, чего нам не положено отнимать. Мы отнимаем жизнь у самого себя. Нам этого делать нельзя. Категорически нельзя. И тогда человек, который не дожил там сколько-то определенное количество лет, то он минимум это количество лет проводит вне тела. Но вкус остается. Понимаете? Вкус. Они остаются, а он вне тела. Он эмоций физически. Вот мы смотрели это Ghost, да, там, где играл Петерик Свезель, Деми Мур, Вупи Колберг, да, призрак, да, в русском прокате. Вот. И там человек ушел и помните, там была сцена, когда он в метро встретил одного там какого-то страшного действительно, где они находят таких артистов, вот, который там он говорит, все, бодал, хочу покурить, но не могу. И вот эти люди, внетелесные люди, находясь в том мире, и вот, значит, смотрите, я уже, я вчера упоминал такой термин, называется наука, называется пхутология. пхута, на санскрите это дух. Где-то примерно на рубеже 2000-го года, то есть, это уже 20 лет тому назад, конечно, нет такой статистики, но в общем-то считается, в общем-то считается и описывается, что на каждого живущего у нас на земле, на каждого живущего на земле человека, ну, в физическом теле, приходится семь, дайте я уберу вот эти картинки, уже их решение, да, снимем. вот, приходится семь духов привидений, ну, по-разному их называют, духи, привидения, семь, в семь раз больше их находится, чем в нас живущих, и вот представляете, каждый из них имеет вот это, ну, послевкусие, что ли, или имеет он же ушел, то ведь не так, как ему следовало бы уйти, он ушел неправильно, будем так говорить, он ушел, так нельзя уходить из этого мира, если мы хотим выполнить свою функцию, свою программу и долг перед высшими силами, и вот он пытается войти в тела нас, это то, называется сущность пришедшая в нас, и вот что происходит, смотрите, первый момент, первый момент, первый момент заключается в чем, заключается в том, что это вот этот вот бывший человек, будем так говорить, входит к нам, и он начинает с нами вместе существовать, когда он существует вместе с нами, то соответственно мы не понимаем, что мы творим, поэтому скажем так, люди, которые, ну, алкоголики, мы знаем технически, как это происходит, технически люди, которые занимаются наркотиками, которые занимаются, которые алкоголики, люди, которые там сквернословят, которые зациклены, но ведут какой-то животный образ жизни, поскольку вы понимаете, у нас есть четыре признака, по которым мы точно такие же, как и они, то есть мы ничем не отличаемся от животного мира, и у них, и у нас, я не говорю про домашние животные, я говорю про тот другой мир, животный мир, настоящий животный мир, то есть сон, еда, оборона и секс, или воспроизведение себе подобных, да, и вот человек зациклен на чём-то одном, он ничем не отличается, но у человека есть разум, разум вовремя остановиться, вот этого нету у животных, вот, не разум, это совсем другая штука, и он тогда может это каким-то образом исправить, изменить, и так далее, и так далее, а так ничем не отличается, и вот он попадает туда, и конечно нам вместе с этой сущностью жить тяжело, и вот они, вот эти вот алкоголики в состоянии алкогольного опьянения, белый совсем, совсем белый, белая девочка, да, как говорят, вот, они ничего не помнят, что они творили, они совершают преступление, а потом они говорят, да мы не помним, вы думаете, это они делали? Нет, это делали те существа, которые, а мы их сажаем в тюрьму и решаем проблему, но по-другому как бы нельзя, естественно, надо преступников сажать, но что они стали преступниками, расскажите, вот, ну что, они родились преступниками, или как, но ведь они стали преступниками, почему, вопрос, кто-нибудь об этом думает, нет, мы пытаемся исправить человека, ставить его на путь истины, на свободу, с чистой совестью, ну, как бы правильно, с одной стороны, с другой стороны, вопрос, а как, что, почему он стал таким, но ведь дело, есть второй момент, о котором не обращает внимания практически никто, смотрите, мы стали принимать в организм еду, там, или питье, и на самом деле, не зная того, что это яд, который, как этот, капля никотина, как это всегда, убивает лошадь, но никогда капля никотина, причем, лошадь не убила, ну, были эксперименты, так сказать, давали и не каплю, откуда это взялось, я не знаю, правда, но дело не в этом, дело в том, что мы себя отравляем, да, и вот эта вот сущность, которая в нас влезла, и с помощью экзорцизма, к примеру, или каких-то других техник, мы ее оттуда выдернули, убрали, но ведь она уже успела ведь отравить нас, а как? а что, она там с нами жила, мы ее убрали, все, очистились, это как, знаете, как опухоль, злокачественная, мы ее убрали, да, а она потом будет мигрировать, ну, в соответствии с определенным, там, какими-то параметрами, и сроком, и так далее, если мы не избавились, конечно, от причины, если мы не выяснили, точнее, в чем причина, тогда она будет, то же самое, это сущность, которую мы выдернули, она там находится, продолжает, ее следы там есть, фантомные, или какие-то другие, не важно, сейчас, не в этом дело, давайте я хочу сейчас перейти, потому что это долго можно говорить, а, наверное, все же хотелось бы, я сейчас ищу где-то, у меня вопросы, сейчас, простите, я сейчас найду вопросы эти, ну, вот давайте, да, давайте мы поговорим еще раз, я уже несколько более сказал, а, значит, давайте по вопросам, а потом я продолжу, то есть, про Сатурн я рассказал, у нас остался еще Марс, и был вопрос по поводу Венеры, шестерка, да, так, значит, давайте уже конкретно по числам, ну, вот, смотрите, давайте чуть попозже поговорим, число души 7, число кармическое 4, ну, это термины число души, это день рождения, я сейчас уже попытался это рассказать, ничего страшного, в этом нету, единственное, что у вас сегодня, кармическое, это главнее, вы сегодня живете в этом кармическом числе, если у вас возраст более 35 лет, то есть, у вас сегодня тогда есть все возможности, осознавая о том, что вы действительно находились, вот, с прарабха карма, его очень, ну, практически невозможно ничего изменить, переписать не удастся, что бы там кто ни говорил, даже уважаемая, Ольга Викторовна, переписать условно можно, это не переписать, изменить нельзя, прарабха карма, это надо выйти из-под влияния этого всего, и даже преступники уходили в мир духовный, ну, при определенных, скажем, техниках, вот, и осознание этого, можно, но физическому телу, существу практически нет, поэтому придется нам это все испытывать на себе, но не до бесконечности, вот, сегодня мы создаем карму, как только наступит, скажем, переизбыток, точка невозврата, к примеру, 22 марта, 23 марта, у нас, скажем, день удлинился на церковь, что он стал больше, чем ночь, и вот, количество благих дел, которые мы совершаем, скажем, высело, те неблагоприятные, которые мы совершили уже, и вот тогда у нас есть возможность это все изменить, значительно больше, чем, как бы, если мы этого не знаем и не делаем, поэтому четверка, семерка мы определили, вот, благодарю, что делите знаниями, число рождения 6, число года 20, 20, 20 тоже 6, стоит дата, стоит дата, было бы интересно прослушать про шестерку, давайте тогда, дата, вот у меня стоит дата, я могу только сказать, 6 мая человек родился, и про шестерку чуть позже, а вот давайте я посмотрю, еще раз, дорогие друзья, нет времени, иначе мы уже полтора часа, кстати, находимся, я вас берегу, вот, потому что я говорил, могу долго это все, вот, ну и вчера была передача, поэтому, знаете, с датами, тут, трудно, давайте, 6 мая, мы посмотрим, самая главная ваша проблема, да, а мы потом поговорим про Венеру, о чем идет речь, вы сегодня потрясающим образом, я только не понимаю, почему, у вас и там 6, и там 6, и дата, и карма у вас тоже 6, это очень серьезно, у вас очень серьезное качество, находиться в, уважаемое, кто, нету имени, или я не записал, находиться в потоке творчества, то есть, вы очень и очень творческий человек, вам надо находиться, вам никакая рутина, вам абсолютно противопоказанная, я бы даже сказал, то есть, только творчество, это или музыка, это или рисование, или это какие-то красивые там вещи, там, которые вы можете там кроить, я не знаю, там, созидать, очень хорошо, скажем, ювелирные какие-то украшения, вот то, что красота связана, а вот, самая главная ваша проблема, в чем находится, это самое главное, еще раз повторяю, то есть, вы могли бы быть даже, может быть, и ученым, но у вас огромнейший переизбыток каких-то отношений, связанных с противоположным полом, вот надо вам пересмотреть все эти вещи, потому что, оно, наверное, сейчас уже закрылось, но вначале просто неизмеримая стремление к отношениям у вас должно было быть, неистребимое, оно идет по роду, вот, у вас самая главная, повторяю, проблема, вам надо идти, разбираться с родом, смотрите, есть карма, точнее, есть генетика, и есть наследственность, правильно, а вот если мы берем карм, род, да, оно гораздо шире, потому что генетика и наследственные черты, они не наследуют карму, наследуют на очень малой степени, то есть это ваша личная карма, которую вы приобрели, смотрите, генетика, генетика, это наш, наследует качество, но ведь мы-то жили же не одно, мы же не обязательно были детьми наших родителей, предыдущих, то есть мы-то что-то делали, правильно, мы-то что-то жили, и много-много, представляете, 155 триллионов лет мы прожили, кем мы только не были, и деревьями, и камнями, и листиками, и людьми, и демонами, и ангелами, кем угодно мы были, вот, вот у вас в этом плане есть серьезные, вот это надо разбираться с этим, короче говоря, а про конкретное качество шестерки мы поговорим, вот есть вопрос, который я получил через такой социальный сеть, называется контакты, вот, пишет Ирина, моя основная проблема в том, что я, тут написано могу, но наверное не могу выйти замуж и родить ребенка, отношения были, но все рушится в итоге, детей тоже не получалось, ну, значит, тут нету, нет, да, не могу, я понимаю, что это со мной происходит, так как меня от природы даны определенные способности, и из-за них я никак не могу выйти замуж, вы путаете, уважаемая Ирина, способностями с вашими, ну, будем так говорить, кармическими долгами, способности даны для того, чтобы как раз таки изменить это, а мы все способны, мы все экстрасенсы, на самом деле, просто мы не умеем пользоваться нашими способностями, ну, вот и все, дело не в этом, могли бы ли вы мне помочь рассмотреть мою ситуацию, на те причины, почему у меня не получается, последние отношения, так вообще, закончились смертью гражданского мужа, и стоят две даты, и стоят две даты, ну, вот здесь тоже есть момент, с той же шестеркой, то есть она родилась 12, не буду говорить полную дату, она родилась 12 сентября, а ее гражданский муж родился 24 мая, на пять лет он постарше, но его уже нет, он умер в этом году, да, 24, 12.09, ну, могу сразу сказать, могу сразу сказать, у вас самое, опять же, это чуть ли не 80% случаев, это наша не вина, это наша беда, к сожалению, то есть мы не имеем связи с нашим родом, это очень важно, это очень важно, то есть у вас очень и очень серьезный дисбаланс, уважаемая Ирина, и скажем так, то, что я даю, я даю какой-то очень достаточно коротенький обзор, первое, смотрите, о чем идет речь, вы достаточно авторитарный человек, почему, потому что вы хотите диктовать, вы совершенно независимы, вы не признаете никого и ничего, вы не признаете ни указов, ни приказов, с вами было достаточно тяжело, вашим родителям, поскольку вы, так сказать, не слушали, вы считали, что у вас сильное качество, вы родились 12-го числа, это соединение Солнца и Луны, в сумме дает тройку, то есть вы как бы учители, вы знаете по природе своей, но у вас есть очень много кармических толков, очень много, вот это вот очень сложно, более того, соединение вашей, значит, вашей качеств, голова, это ума, палата, были такие поговорки, это то, что у вас присутствует, и очень серьезная интуиция, вы не умеете ей пользоваться вообще, вам надо пообщаться серьезно с парапсихологом, вот, ну, я не занимаюсь, точнее, ну, я не занимаюсь, я занимаюсь только тем, чем я занимаюсь, очень редко я бываю даю консультации, но они конкретные, они предметные, они занимают много времени, поэтому я, скажем, стараюсь их не делать, вот, только, ну, если очень человек просит, вы по своей природе не семненен, у вас концентрация совсем на другом, у вас есть огромное желание иметь контакты, вот, с противоположным полом, причем у вас это как чашка утреннего кофе, да, вот, иметь связь, интимную, причем на уровне не обы с кем, правда, вот, но, к сожалению, к сожалению, вы, это связано с вашим родом, у вас в отношениях ваших родителей, вероятно, там какие-то много тоже проблем, вот, поэтому с этим надо разбираться, вы претендикательны, если брать, скажем так, соотношение вас и вашего гражданского мужа, я не знаю, почему он умер, я полагаю, так это был, как Елена Торецкая любит выражаться, это был, как она говорит, пробой насмерть, что-то типа такого, вот, не знаю, но по его, скажем, карте я не вижу особых каких-то таких вещей, а вот у вас они есть, вот, у вас слишком серьезная чувствительность вашего, то, чем, то, что вы, как вы относитесь к людям, это связано, повторяю, это не вы, это что-то у вас есть, и поэтому парапсихолог вам нужен, у вас есть очень много сбоев, вот я бы так советовал, не им, а это только ваши вещи, но вы не сочетаетесь с этим человеком, есть конкретные, ну, скажем так, вибрации, это отдельная тема, мы сейчас не можем, у нас нет возможности, анализировать дату двух человек и их соединения, но как друзья, скажем, вот вы родили тройки, шестерка, как друзья, они замечательные, да, ну, тут надо полностью анализировать, у меня нет такой возможности, вы хорошо функционируете друг с другом, но вот если бы, скажем, он родился 12-го, а вы родились 6-го, 24-го, не важно, тогда бы это было хорошо, а противная ситуация, это не самая хорошая ситуация для брачных отношений, скажем так, шансы, ну, всегда есть, но их не так много, короче говоря, дорогие друзья, вы сейчас не пишите мне только вопросы генеральные какие-то, вот, иначе я просто не успею, и отвлекаться я не могу, время нету, так, эфир не заканчивается, у меня тоже 6-6, Ирина, ну, я не знаю, это Талия Ирина, я уже про одну Ирину рассказывал, все точно описали про меня, ну, вот, да, это так оно и есть, а, ну, значит, это та Ирина, да, про которую, значит, это самое, хорошо, про шестерки, да, то есть, это соединение, дальше, дальше, речь идет, у нас есть наша студентка, ее зовут Людмила, я, у нее два сына, один, ну, разница, по-моему, два года, со старшим я в контакте, я с ним беседовал, и я ему сказал, в чем я вижу его недостатки, и его какие-то проблемы, и интересно, что сегодня, есть тенденции многих людей, это не они, а это влияние вибрации планет, когда человеку надоедает абсолютно все, он готов все бросить, и уйти туда, куда-нибудь там, в пещеру, или в монастырь, понимаете, условно, даже условно, вот сегодня тенденции этого времени, сегодня очень серьезные вибрации, соединения планет, и сегодня мы находимся в одном из этих переходных периодов, которые знаменуются разрушением, поэтому будут уходить с физического плана, будет уходить много людей, будет уходить много людей, желательно, нежелательно, а многие считают, что вот если человек умер во сне, это легкая смерть, это невежественная смерть, потому что человек должен осознанно уйти, осознанно, он должен планировать это все, раньше планировались, вот, в Аде, потомки Ариев, они уходили за, они начали стареть за три года до их смерти, представляете, то есть они знали, и они знали, это был их период, и этот период физиологически был, и как раз таки сегодня ученые выяснили, что человек может 440 лет, но это другая тема, это другая тема, да, так давайте мы посмотрим, есть дата его рождения, Людмила, вы просили, чтобы я посмотрел эту дату, 22-го, а, видите, опять 22-го, и это как раз таки к вам, для вас, потому что у вас, смотрите, у вас есть четкие, прослеживается тенденция, вы как раз яркие представители вашего рода, вы и ваши дети, представители рода, где надо, где есть кармические долги перед всем родом, если кто-то из вас, честное вам хвало, являетесь студенткой, вы учитесь, да, но я бы направил ваших людей, я рекомендовал, Лео, я рекомендовал, чтобы он пошел, и я считаю, что ему надо идти к Елене, Смирновой, потому что она разложит четко, с помощью ее прибора и ауры, разложит и четко скажет, что там происходит, ну, мне не жалко, я помогал, и буду помогать, вот, я, это не моя, скажем так, это моя миссия, это не моя работа, я не мотивирован, консультациями и стоимостью, тем более, эти консультации, поэтому, если есть такая возможность, у меня нет проблем, я об этом говорю, и вот сегодня, я же не просто так говорю для чего-то, да, я хочу, чтобы вы как бы понимали, о чем идет речь, понимаете, и меньше советов раздавали, кстати, на всякий случай, вот, у вас просят, вы об этом расскажете, да, вот, у меня спрашивают, я рассказываю, так, камбоджийский эксперимент, я рассказал, нумерологическое послание, это восемь, еще раз это было, это знак нам всем, через известного ученого, с мировым именем, исследователя, и дай бог, у нас будут эти передачи, ну, как бы мы договорились о том, что у него невероятное количество экспериментов, и очень и очень советую, кстати, обратить на это внимание, у нас будет, кстати, пользуясь случаем, я также общаюсь, гораздо больше, чем с кем-либо, я общаюсь с, 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 Петром Савченко, мы с ним хорошие друзья, и мы имеем оценку друг друга, и она, могу вам сказать, с обоих сторон, очень даже хорошая, поэтому я буду очень рад, появлению его, в качестве регулярного, нашего эксперта, с возможным, возможным, это при желании, конечно, вас, вот, чего бы я как раз таки больше желал, это философия, именно, и получить возможность, слушать его лекции, не беседы, это беседы, знаете, как, вот у нас написали, а мы хотим слушать лекцию, Сафи, ради бога, если вы хотите, давайте заявки, и мы тогда это все организуем, Татьяна, Татьяна, если у меня экстрасенсорная способность, не смотрел, давайте посмотрим, двадцать третьего, ну, смотрите, тут еще есть какой момент, мы сейчас поговорим, вот, в заключении, наверное, мы поговорим все-таки о числе года, и наших управителях этих планет, которые под влиянием, вибрация, в которой мы находимся, управителей, повторяю, потому что планета, это планета, так сказать, ну, какое-то физическое тело, вообще-то это не планета, это лока называется, она нас, лока, и грахи, да, грахи, это есть такой термин, ведическое, в джотише, астрологии, грахи, это захват, условно, захват нас, влиянием планет, вибрацией планет, и мы понятия не имеем, друзья, понятия мы не имеем, мы говорим, ну, просто какой-то, простите, чушь, мы говорим, иногда смотришь и читаешь, вот, как, допустим, было, дама одна написала, гадания, мы, там, как она написала, ну, может, найду, посмотрю, но, в общем, это от темных, это от лукавых, это к астрологии, тоже от лукавых, это когда взяли, это самое, значит, религиозные некоторые деятели, и отменили своей высшей властью, они отменили понятие инкарнации, ну, что только человек не творит, значит, 23-го у нас, марта, да, 23-го марта, год не буду говорить, а то у нас много экспертов, их не спрашивают, они дают советы, и они рассказывают свою интерпретацию, ну, у кого-то своя интерпретация, я же не спорю, просто, если я куда-то прихожу в чарт, я просто молчу и слушаю, если я хочу, вот, зачем мне, мне же не спрашивают совет, поэтому и я бы вам рекомендовал то же самое делать, ну, вот, если экстрасенсорные способности, ну, на этом этапе я вам скажу, что, вообще, они есть у всех, так, они есть у всех, но люди не умеют ими пользоваться, но вы, у вас есть какая-то странная такая несоответствие, у вас есть совершенно невероятная энергия, с помощью этой энергии можете творить чудеса, вот, это не двигательная энергия, не, скажем так, кинетическая, да, так ее называют, вот, а это энергия соединения, скажем, ну, короче, возможности у вас есть, вот, то, что вот называла у нас серийно способностями, это возможности, вот, они у вас есть, но у вас есть несоответствие с так называемой, самой интуицией, а она нужна, все, что вам надо делать, вам надо набрать эту интуицию, и стать студентом, у нас нету, или вы идете к Елене, а я смотрю, вот сколько я не говорю, оно, как бы, оно пока не проявляется, у нас есть курс, но это годовой курс, и это довольно сложно, и это надо посвятить себя этому, курс Стефанского, у него это есть, у него есть Константин Стефанский, у него, он провел невероятное количество занятий, с невероятными результатами, и реализациями, да, но это надо себя посвятить, регулярно заниматься, и потом таких желающих посвятить себя, и лишить себя многих там удовольствий, которым подвержены все пятерки, кстати, вот удовольствие, да, получение удовольствия, вот если у вас пятерка, то у вас получение удовольствия, все, и в этом тоже не всегда это хорошо, вот, ну, а у многих других, это временное затмевает постоянно, нет ничего более постоянного, чем временное, есть такая поговорка, а мы все время дыры затыкаем себе, идем на одну работу, идем на другую работу, я для себя отменил сразу все работы, почему я себя посвятил какой-то одной цели, и, конечно, это заняло много лет, и много там средств, но в самом случае, оно привело к результатам, потому что, ну, я знаю, чем закончится конкретный проект, вопрос времени, вот этого я не знаю, сколько это займет, пока не знаю, так, значит, у вас слабая, Татьяна, да, мы сейчас говорим, вот, у вас есть невероятная способность, у вас есть невероятный посыл творчества, вот, и сегодня вам надо заняться лишением себя, надо заниматься аскезами, ну, смотрите, эта пассия называется, будьте аскетичны, мучайтесь, я серьезно, мучайтесь, но если вы поставили перед собой цель, через тернии к звездам, идите к этой цели, вы добьетесь его, у вас есть для этого возможность, у вас проблем в другом много, у вас не контакт есть с родителями, с кем-то есть родители, да, это ваши кармические долги, это по ходу дела надо решать эти долги, у вас есть в отношениях, вы перебираете своих партнеров, так, будущее, там, этих принцев на белых конях, там, с аллами парусами, вы их, вот, ищите своего избранника, и найти не можете, вот, у вас, ну, у вас для этого много чего есть, цели у вас нет, уважаемая Татьяна, цели у вас нет, у вас есть мелкие какие-то цели, глобальные цели нет, надо это решать, вам надо, знаете кто, вам надо, ну, так сказать, учитель вам надо было бы, вот, на курсы вам желательно идти, скажем, в вашем случае конкретном, опять же, Елена Смирнова, я бы посоветовал, вот, ну, просто понимание самой себя, да, так, это Татьяна у нас, Далматова, Екатерина, долго ли у меня будет продолжаться период раху, значит, ну, давайте посмотрим, я, единственное, что я вам не скажу, сколько будет продолжаться период раху, поскольку для этого надо знать многие факторы, я считаю, что я небольшой специалист в астрологии, есть гораздо, да и в нумерологии тоже, я невеликий, я знаю то, что я знаю, и не собираюсь быть тем самым, поэтому есть люди, которые неизмеримо лучше меня разбираются, но я хороший аналитик, я могу взять из разных источников и прийти к правильному заключению без всяких этих, великомудрых и гуристических, а слово гуру, этих учителей, и мы даже знаем, наверное, кто они есть, вот, с огромным количеством подписчиков, там откуда не возьмись, взялись у нас учителя такие, ну, всякое бывает, вот, я вам хочу сказать, вы родились 11 числа, 11 числа, несмотря на то, что это двойка, но там две единицы стоят, 11 число, это врата к познанию, это люди пророческие, вам надо развивать это все, и тогда вы, ну, будете очень серьезным человеком, я имею в виду, в отношении того, что вы хотите добиться, так, давайте, дату не буду полную, ну, дату года не буду говорить, что у вас минус, давайте с минусом, почему, потому что, ну, о приятном говорить, приятно, я понимаю, но, я предпочитаю говорить о неприятном, почему, это наши зеркала, и если мы это уберем, сорняки эти все, то легче будет, сходы они будут, так сказать, проявляться, гораздо проще, вот, то есть, нету связи с родом, категорически, нету связи с мужчинами, ну, не то, что нету, они без сомнения и есть, но концентрация небольшая на этом деле, вот, то есть, вы лишаете себя женской, мужской энергии, так сказал, то есть, правая сторона у вас, мужская, это ваш, так сказать, вот, ваш кармический долг, с этим надо разбираться, дальше, значит, ваш числово года, как раз таки 2020, это год, у вас семерка, получается, да, у вас семерка, то есть, что такое семерка, опять же, это планета Кету, это вперед, то есть, это у вас возможности, которые вам будут предоставляться, кстати, если у вас число тройка, да, то для женщины, это возможность выйти замуж, вот, если у вас двойка, то это возможность найти, число года, я имею ввиду, это возможность найти своего избранника, для молодых для семерка это очень серьезная реализация которую вы можете добиться поскольку это ну планета как раз таки будущего но для этого вам надо развивать вашу интуицию которая у вас от природы слабенькая стремление добираться цели у вас максимальная то есть вы можете если вы поставите себе такую цель вы можете добиться этом если вы уберете у себя очень и очень и очень серьезно авторитарность вы не хотите соглашаться с мнением другого человека если это противоречит вашему мнению если вы скажете что это нет не так ну тогда вы сумели с помощью ваших способностей но это устранить сегодня нет но ранее это было если это так если это сегодня вы считаете что нет неправда моя болезнь не позволяет более наслаждаться жизни зато я познала энергии моя я не знаю еще раз я не помню если честно это вы и анализировал значит неправда не позволяет более наслаждаться жизнью а зачем вам наслаждаться жизнью объяснить это как раз таки то чего вам делать не надо что значит неправда я не имею виду жизни вообще материальную вовсе и вообще никак. То есть сегодня в нашей жизни, еще раз повторяю, сидит у нас рядом, я сижу рядом с Аватаром. И вот цель прибытия на эту землю была, ну, несколько было целей, но одна из них дала понять человеку, что он не должен наслаждаться этой жизнью. Как раз таки болезнь ваша, я не знаю еще раз про дату, напишите, кто вы есть, я тогда посмотрю еще раз. Но болезнь это ваш учитель. Чем тяжелее болезнь, тем большее прегрешение вы совершили. Так это считается. С другой стороны, болезнь, скажем, если мы возьмем вот эти вот пигментные эти пятна, которые у человека есть, она защищает от гораздо более серьезных болезней. Вот это болезнь. То есть это наши друзья болезни. Есть градация по болезням. Понимаете? Но если мы берем, скажем, не это, а вот какую-то действительно серьезную, зато я познала энергии. Ну, вот это то, что вы и должны были познать. А вы говорили о пятерке. Это я, Лариса. А что я говорил? Когда я говорил о пятерке? У меня сейчас нету Ларисы. Лариса, я еще о пятерке-то и не говорил. Я ну, одну фразу сказал. Я еще поговорю. Я сказал, что в заключении у нас осталось не освеченной. Пятерка, шестерка и девятка. Поэтому пятерку мы еще не говорили. Наслаждение это есть желание наслаждаться. Да. Но у вас есть специфическая вещь. Вы не можете полностью испытать наслаждение этой жизнью и познать эту жизнь. Потому что у вас есть болезнь. Но это в вашем конкретном случае. Но есть же другие случаи, которые пятерки, они наслаждаются этой жизнью. Что же вы только о себе, о любимой. Понимаете? Вот это вот наше желание быть о себе поговорить и непонимание нашей скажем сущности для чего мы пришли. Мы же часть общего. Друзья, ну как же мы только только о себе говорим. Двойку. Давайте я добавлю про двойку, к примеру. Вот двойка это как раз таки вот меня просто намело на мыслил, Ларис. Двойка это двойственность. Правильно? Ду допустим. Да? Двойственность. Полный разлад. Если у вас сегодня сумма вот этого всего года будет 2, то есть для этого вам надо иметь что у нас? Восьмерку, да? Нет, семерку. Семерку, да? Сумма вашего дня и месяца будет 7, то прибавим 4 будет 11, будет в сумме 2. Вот. Это будет означать о том, что у вас будет в принятии решения будет особая двойственность. вы не сможете принимать решения, будет нерешительность принятия решения. Это и есть двойка, это и есть особенность двойки, которая рвется к власти, а и власти не надо. То есть очень немногие люди могут вот будучи двойками они быть у власти. Потому что в принципе такие люди они в компании должны быть. Они должны работать на компанию и поэтому часто руководители компании там, где находятся двойки получают все бенефиты. И двойка может возмущаться этим самым, но это ее функция, это ее природа. К сожалению, для этой двойки, если она считает, что ее обделили, но если мы часть целого, тогда вынесли свой леп, то это целое. Другой вопрос, что те, которые пользуются этим, пользуются опять же для себя. Это вот сегодня мир у нас такой, что тут поделать. «Моя сущность не позволила мне насладиться материально через боль, я опознала божественное». Замечательно. Вот это и есть. Есть очень многие люди, которые так и делают, которые добровольно уходят на аскезы, и они испытывают такую боль, они исчезают свою плоть для того, чтобы познать божественное. Ну, честь вам и хвала, Лариса, я не пожелаю, конечно, испытывать никому такую боль, но на это есть причины, простите, но что делать? Так, давайте мы дальше пройдем, да, давайте мы дальше. А, ну, давайте пока, да, где принять инициацию, я уже сказал, да, в программе инициация, у вас должен быть учитель, вы можете получить инициацию или посвящение, инициация, это посвящение какое-то направление, ну, в основном это направление в плане духовности, да, духовно, вот, мы говорили с Еленой и Зелениной, допустим, педагогом, она жила в Индии во шрамах, и у нее появился учитель, и она получила вот это посвящение, у нас многие люди имеют такое посвящение, у нас Лалана имеет посвящение, инициация имеет, у нас много, среди моих друзей очень и очень много вот таких вот инициированных, это, конечно, сегодня не значит, что они вот уже вышли из-под влияния, но, как правило, выходит, если полностью они должны соответствовать то, что им говорит учитель. Есть отдельные, но они находятся в божественном игре, и часто вот это вот затмевает, скажем, мой Бог вот такой, мое направление такое, у кого-то Кришнаида, у кого-то Шиваида, у кого-то Вишнуида, у кого-то Двайда, у кого-то Майавади, у кого-то Вайшнавы и так далее, и так далее, тут ничего не поделаешь, тут оно как есть, так оно и есть. Так я не понял, что значит, скажите, наконец, кто я есть? Вы как-то претензии, это звучит у вас как претензия какая-то, уважаемая Лариса, вы хоть и познали, но так вы будьте тогда как-то более смиренные. Я психолог, я могу читать между срок, простите, вы, может, это не имеете в виду, но я не ошибаюсь, в общем-то, как-то так. Вот. Звучит это во всяком случае. Я вам не буду говорить, кто вы есть, вы сами должны определиться, вы же познали. Я могу проанализировать во многом вашу дату. Вот. У вас нету здоровья от рождения изначально, у вас слабая связь с родителями, с кем-то, возможно, с отцом, если вы скажете нет, но у вас очень сильная интуиция, у вас очень сильная энергия. При наличии энергии и отсутствии от рождения, опять же, вы этого не знали. то есть для этого надо было заниматься многими практиками. У вас практически везде все здорово. Вот. И понятия там, скажем, ну, много, за исключением завышенной вот такой авторитарности, что уже вот сейчас мне дало повод сказать о том, что я уже это вижу, поскольку у вас есть нетерпение, у вас есть несогласие, у вас есть вы уже это доказали, а я это вижу сейчас, понимаете, поэтому вам надо, но это не, еще раз говорю, это все устраняется, надо это воспринять так, как оно есть и с этим не надо спорить, понимаете. то есть оно есть, оно есть, ну, есть, бывает такое, но всем нам хочется быть лучше, чем мы на самом деле существуем. Так, давайте вкратце, давайте вкратце я повторюсь, так, значит, те планеты, которые, ну, мы поговорили про Солнце, мы говорили, Луну, Меркурий, Меркурий, это пятерка Меркурий, более подробно и более конкретно я сейчас скажу, но вкратце, для того, чтобы было понятно, это, скажем, планета интеллекта, понимаете, интеллект, то есть это большая часть, скажем, КВНщики, вот они интеллектуалы, да, помогает осмыслить жизнь. Если говорить более конкретно и более предметно, то Меркурий, его называют, смотрите, это Будха, это разум, разум, то есть день, неделя, это среда, число, это пять, стихия, это воздух. Вот, если вам это что-то, о чем-то говорит, покровитель торговли и предпринимательства, Меркурий. Под влиянием Меркурия формируется определенный тип, определенной конституции, имеется в виду тело, которое мы видим в зеркале, да, то есть это путешествия, скажем, общительность, это контакты, посредничество, опять же, торговля, возможно, да, обмены, какие-то такие, дружба, успехи и так далее, энергичность, какие-то деловые качества, это, скажем, диспетчер, он соединяет всех, паук, в центре он находится, а там где-то по кругу сидят какие-то эти самые там контакты и вот вы там ими руководите, вот всеми этими там собираете. Но при плохом положении Меркурия, я не знаю пока, мы не анализируем, то есть нет у вас есть, у вас в Меркурии есть, неплохой у вас есть в Меркурии в вашей карте, вот, тем более, что сегодня вы как раз таки именно в этом качестве, вы сегодня менеджер, короче говоря, после лет вам вполне достаточно, то есть вы находите в статусе менеджера хорошего, именно модератора, какого-то диспетчера и так далее. Но тут другие факторы, естественно, я анализировать не буду, то это в принципе это банкротство, это утрата, разочарование, какие-то споры и так далее, связи в организме, за какие связи отвечает, не знаю, у вас болезнь, это вы сами не пишите, какая, нам это пока не надо, координация движений, то есть отвечает за координацию движений, далее двигательные, ну, понятно, функции в организме, связанные с Меркурием, органы речи, голосовые связки, язык, органы слуха, движение глаз, космосуставной аппарат, связки и сухожилия, воздухообмен, то есть органы дыхания, но на психическом уровне связаны с повышенной нервозностью, беспорядочными контактами, растворением речи, вот, что еще, вот это вот, это ларингия, да, это верхние дыхательные пути, и еще ниже, да, то есть это танзелиты, ангины, бронхиты, пневмония, то есть неизлеченно, она может привести к каким-то более серьезным заболеваниям, и тяжелые заболевания, из тяжелых заболеваний бронхиальная астма, ну, еще раз, это предрасположенность, это не значит, что они у вас есть, я этого не знаю, ну, невриты, да, это все, вот, так, это то, что Меркурий, давайте мы поговорим про еще раз более серьезную Венеру, Венера, это двойственность, очень и очень серьезная двойственность, это, с одной стороны, Венера, это планета любви, планета красоты, планета, скажем, брака, да, поэтому, камень Венеры, это бриллиант, который надо носить на безымянном пальце, вот, лучших друзей девушек, да, но только правильный, правильный камень, правильный, значит, бриллиант, и принадлежащий вашей энергетике, обязательно, сильная Венера, люди сильные Венера, это харизма, это общительность, великодушие, это доброта, это чувство юмора, любовь, грациозность, ну, короче говоря, красота, и это дает возможность человеку, скажем, все то, что связано с красотой, это изобразительное искусство, это, скажем, понимание, ну, гармония, вот так будем говорить, это все очень хорошо, да, слабая Венера, то есть вам надо, у кого есть вот этот год, обратить на это внимание, слабая Венера, недостаток, вот то, что я перечислил, это как раз-таки недостаток, проблема в романтической сфере, это Венера, венерические заболевания, в том числе, да, дальше, значит, ну, недостаток, еще раз, есть мужская Венера, есть женская Венера, вот у мужчин, если, скажем, Венера слабая, то проблема общения с детьми, проблема общения с женой, ну, и в конечном итоге, понятно, развод, трудно выражать свои чувства, то есть это и измены, и так далее, да, сложности с друзьями, вот здесь мы подходим к другому моменту, очень и очень серьезному, вот, очень серьезная двойственность, двойственность заключается в том, что это земная, все же, планета, а земные наши качества, и вот она, второе, вот вы говорите, гадание, какие же это гадания, когда там конкретно написано Пентакли, что такое Пентакли, это бабки, деньги, правильно, вот, и вот, более того, Венера в ведической мифологии, будем так говорить, является гуру демонов, об этом я уже говорил неоднократно, демонов, демоническая природа, материальная, превалирует над духовным, вот если Лариса у нас пишет, она приобрела через болезнь, видите, как через болезнь, через, через, ну, не надо желать этого, но это один из вариантов, когда люди проходят к чему-то гораздо более серьезному, через свои личные вот такие вот проблемы, можно не довести до этого, но ведь кто это знает, это же никто не знает, и еще удивительно, не хотят это знать, вот это, вот это удивительно, ну, сколько среди наших количеств людей, присутствующих, сколько нас студентов, почему же люди не хотят знать, мне это непонятно, в чате или в беседе, вы не познаете, это надо применять, но как вы будете медитировать, если вы не медитируете, расскажите, а как можно познать себя без медитации, ну, ну, как, ну, никак, понимаете, связи нет с родителем или родом, ну, а родители, это разве не ваш род, с родом, в том числе, я полагаю, так что, как минимум, бабушки с дедушками в этом процессе присутствуют, но это надо анализировать более серьезно. Так, давайте продолжим в Венере, и не сдержанность, скажем, в еде. Для женщин это проблемы с грудью, да, и с фасхистана чакра, это женские органы, то есть образование вот этих вот миомов, фибромерум и так далее. Ну, репродуктивная система, иными словами. Не только, потому что в теле Венера отвечает еще за кожу, за горло, подвороток, вот, нарушение функции почек, возможно, подагра, экзема, выкидыши и так далее, дисплодия. В общем, короче, слабая иммунная система. Ну, там много еще чего, все перечисляет времени, у нас не так много, вообще нету, если честно. Давайте поговорим еще напоследок о девятке, да, о девятке, то есть девятка это у нас кто? Девятка это у нас Марс. Значит, у нас будет соединение, вот, и в январе будет, то есть этот год, 2020, это год переходный, то есть, как бы, будут, очень много будет всякие, всяких, скажем, климатических катаклизмов, ну, я уже вчера там какое-то видео даже сделал, то есть, босиком я хожу, по травке, да, на Новый год, ну, и близко снега у нас нету, ну, во многих местах нету, но с другой стороны, просто невероятное количество снега, и так далее, скажем, ну, вот на Аляске, вот я смотрю, и вообще, очень много всего тут происходит у нас, и в Антарктиде происходит, катаклизм будет много, у нас 2020 год, и землетрясение будет, и наводнение будет, то есть, это начало каких-то очень серьезных трансформаций, оно предсказано, простите, оно предсказано во всех, мы находимся в Миннес-Ате-Юге, но у нас еще не было совсем плохо, у нас не было войны, будем так говорить, да, имеется в виду война, в каком плане, не дай бог, имеется в виду, что закончилась война, идет восстановление, понимаете, у нас этого еще не было, вот, оно будет, оно будет значительно серьезнее, и те люди, которые находятся в негативном состоянии, которым что-то все не нравится, которые что-то постоянно доказывают, которые постоянно сопротивляются каким-то переменам, еще у нас, слава богу, у нас нету мата, у нас, ну, у нас нету, ну, дизлайки они есть, у кого их нет, всем насильно мило не будешь, как говорится, вот, но у нас нету хотя бы, каких-то вот прямых оскорблений, слава богу, ну, встречаются таких, они уходят моментально, быстро, вот, к сожалению, если так люди будут с себя вести, они будут уходить не только из чата, они будут уходить с физического плана, кому это надо, а потом рождаться так или иначе они будут, вот, и с проблемами, ну, вот расскажите, это надо нам? Ну, наверное, нет, давайте, значит, Марс, вообще, в принципе, Марс, это планета войны, это огонь, это достаточно серьезная планета, но стремление добиваться успеха, вот, единственное, что, ну, прерогатива добиваться не успеха, быть лидером по природе своей, все-таки мужчина, хотя есть и женщины, вот, если они будут ходить по мужчинам, по головам, скажем так, и говорить, там, рядом, я сказала, а он за ней вот так вот, вот так вот бежит, да, ну, есть разные, сегодня же разные мужчины, понимаете, вот, кстати, простите, я еще раз отвлекусь, но вот эти вот люди, которые в нас входят, ведь, не только же мужики, там, вот эти вот сущности, да, есть же и женские сущности, верно ведь, правильно, так вот, эти женские сущности, входят в тело мужика, да, и они делают его женоподобным, понимаете, после чего он начинает привлекаться другим мужчинам, это же нонсенс полнейший, как это, ну, это вот наш мир такой, это все изменится, это все изменится, путем ухода, устранения, этого физического плана, а как по-другому расскажите, природа нас осозналась, не так, наверное, да, чтобы мужики любили мужиков, а женщины любили женщин, все-таки, как же, да, вот, уж пускай просят меня те, которые не согласны, или те, которые происходят, ну, это информация к размышлению, здесь обижаться не надо, ради бога, так, значит, за что отвечает у нас Марс, физическая сила, воля, храбрость, способность добиваться, я уже говорил, цель, успех, почести, энергия, что еще, высокие такие, мужественные такие, видите, вот, Киркоровы, ну, я имею в виду, по облику, а уж там внутри, это мы не знаем, дальше, что еще, но в то же время, это войны, это Кшатрии, короче говоря, это Кшатрии, да, Киркоров не подходит, он больше, нет, не годится, есть другие, вот, это Кшатрии, которые, ну, там, все из себя, мужчина украшает, что, шрамы на теле, понимаете, развитая мускулатура, вот это вот такие вот марсиане, вот, кстати, этот Терминатор, да, известный, вот он, как бы представитель, да, ну, и опять же, марсиане, они не могут без Венеры, понимаете ли, вот, они, так сказать, к Венере, то есть, это сексуальный аппетит, сексуальное желание, единственное, кому, в единственном обществе, Кшатриям позволялось, употребление, по чуть-чуть, так сказать, послегка, чуть-чуть, вот, и, женщины, но для чего, не только для удовлетворения, скажем так, сексуального аппетита, а для продления рода, то есть, породу, высеивали, должно быть сочетание, должно быть сочетание, к примеру, возьмем, женщину-марсианку, ну, короче, это те люди, которые родились с 9, 18, 27 числа, это марсиане, но бывает, женщины родились, если вот у женщин, сильный Марс, в ее гороскопе, то у мужчины, у ее мужчины, должен быть, ну, или Меркурий, или Юпитер сильный, вот, тогда это будет хорошо, значит, женщина выбирает, должна выбирать себе, в благости, в благости, у нас есть свойства материальной природы, гуны, так называемые, так, гуны, это благость, это сатва, на самом деле, это раджес, или страсть, и тамас, это невежество, вот, так вот, она должна выбирать, в благости себе, мужчину, и это Юпитер должен быть, вот, думает, решает, а она, вперед, смотрите, женщина, наша, русская, ну, исследует Юпитер, женщина, мужчина, коня на скаку, и в горячую избу войдет, вот, мне непонятно, слушайте, а почему не американская баба, почему только русская должна быть, вот, останавливать, а в чем, американская, американская же не пойдет в горячую избу, да, вызовет пожарную, вот, а наши, понимаете ли, вот, они коня на скаку, выйдет, понимаете, ночью в поле с конем, ну, и начинает его останавливать, вот, или француженка, допустим, вот, вы можете представить, коня на скаку, не, она такая, утонченная, она вся из себя, такая, грациозная, под ней, там, он гарцует, понимаете, ну, вот, француженка, в определенном костюме, и так далее, вот, что, такой образ, какой-то, вот, русской женщины, но, наверное, в этом что-то есть, сейчас не будем сдаваться в детали, но, короче говоря, не надо останавливать, уважаемые дамы, никаких коней, вот, пускай, вот, он устанавливает, пускай он говорит, зачем идти в горячую избу, вызовите, действительно, эту самую, умную сбору, так сказать, не пойдет, да, в страсти, в страсти, как выбирает себе женщина, которая находится в страсти, вот, ну, грубо говоря, самец, понимаете, они смотрят на мужчину, и она сама марсианка, и она хочет себе такого же, чтобы он ее покорил, чтобы он ее, и вот это страсть вызывается, ну, в этом нет пока ничего плохого, вот, она выбирает себе такого же, как и она, марсианина, который будет ее защищать, она сама, видите, ее остановит, но она все-таки хочет, понимает, мужик нужен, и вот он ее должен защищать, и это, кстати, правильно, а вот, самое главное, чего не делать надо, женщина-марсианка, выбирать себе, мужчину-венерианца, то есть, девятка и шестерка, условно говоря, ну, если она, Марс, а он, Венера, почему, он будет ее пользовать, то есть, он хочет наслаждаться, еще раз, человеку, ну, опять же, у нас есть пример в чате, где человеку не дают возможности, проходя, наслаждаться чем? Материальной жизнью, вот там-то и дело, поэтому, нас защищают от этого, с помощью болезни, не дают возможности, иначе, деградация будет, просто-напросто, поэтому, вот это вот, так происходит, это надо все очень и очень анализировать, слабый, слабый Марс, поэтому людям надо обращать на это внимание, если у них число, вот, года будет 9, персональное число года будет 9, то есть, это раздражительность, это гневливость, это то, что мы видим, к сожалению, привычки, инстинкты, преобладают, вот, и человек, понимаете, не может противостоять своим инстинктам, ну, в данном случае, мы говорим Марси, то есть, это сексуальное обличение, и он направо-налево, направо-нет, налево больше, вот, ну, ну, так сказать, всех и вся любит, и так, и так, да, вот, то есть, сочетание, допустим, с Луной, очень не сочетается, с Луной, то есть, это гневливость, взаимоотношения, то есть, можно потерять мгновенно какую-то дружбу, и так далее, вот, марсиане, которые действительно имеют проблемы, значит, с телом, они могут быстро уставать, вот, это курение, кстати, это, значит, им сложно просить пить, курить, и наркотики в том числе делать, если у них слабый Марс, то есть, это разрушение, пробью головой стену, а рядом дверь, а он не видит эти двери, гнев застилает у него все, ну, и, какие, допустим, органы, давайте мы, девятка, это все, это у нас цикл завершился, то есть, с одного до девяти, девятилетний цикл завершился, и девятка, это завершение цикла, если у вас девятка, ваш год, то на следующий год, уже следующий год, у вас будет годом новость, нового цикла, поэтому, скажем, те, у кого единица, у них это начало нового, понимаете, нового цикла, начинается все, то есть, ну, выпросить хлам из дома, и старых, и новых позвать друзей, да, как это Александр Риманов, вот это для тех, у кого, значит, единица, ну, а девятка, это завершение этого цикла, подведение итогов всем, скажем, вот этому девятилетнему циклу, что произошло, и подготовка к новому, новому циклу единицы, к новому, то есть, что может быть, какие слабости, может быть, на нашем физическом теле, грубая мысль, если человек грубо мыслит, у него возникает гайморит, если он грубо говорит, у него проблема будет с гортанью, злость, жестокость, обида, это кашель, это бронтит, злость, это уже я, скажем, на территорию Ольги Викторовны захожу, но у меня гораздо больше есть, вообще-то, это честная информация, поскольку я, как бы, аэроведой занимаюсь, это только какие-то детали, да, сегодня мы говорим, злость, допустим, у человека что-то хорошо получилось, да, у него какие-то, вот он, а мы злимся, не то, что злимся, мы как бы завидуем, злимся, завидуем, неважно, одинаково, желудок, что-то делает он не так, допустим, вот, он делает не так, мы видим, мы злимся, он делает не так, что будет страдать, кишечник, если, скажем, не нравится эгоизм, в ком-то, что будет? Половые органы, если женщина не испытывает любви, страдает что? Самый главный орган, матка, страдает, вы расскажите, знают об этом, наши уважаемые и дорогие, в прямом переносном смысле, врачи, если люди относятся с отвращением ко всему, возникает полипа и щитовидка, если мы гордимся своими формами, то страдать будут какие-то воспалительные процессы, поэтому заберите у себя эту гордость, если не хочет работать, ленится, геморрой, если не сдерживает свои сексуальные желания, простата, это у мужиков понятно, мочеполовая система, яичники у женщины, если женщина неправильно распоряжается своей сексуальной энергией, неправильно распоряжается, миома, фибромиома, ну вот, к примеру, так, друзья, мужчины нет, ну, мы, ну, видите, это, это вам надо разбираться с вашими, с вашим родом, короче говоря, к сожалению, дорогие друзья, долго мы с вами в эфире, я смотрю уже 2 часа 48 минут, вместе с, софией Бланк, давайте мы на этом остановимся, и поговорим уже, наверное, в новом году, не, наверное, а точно, вот, у нас в новом году, прямо вот 1 числа, будет Ольга Викторовна, мы с ней пообщаемся, ну, а за всем мы, я откланиваюсь, дорогие друзья, и хотел бы пожелать всем, как я уже, в общем-то, и говорил, чтобы, вот, как раз-таки, слово хорошее, осознание самого себя, да, все, вот Наталья, наверное, я не помню, а нет, вот Елена, говорит, да, благодарю, мне все понятно, ну, хорошо, Дронвала говорит, что за вами, Богоизбранным, прилетят корабли, при апокалипсисе, это правда, а как с нами, духовными, а как с нами, духовными, правда, очень интересна эта информация, я не знаю, кто такие, Богоизбранные, если честно, да, духовные, ну, мы тоже не духовные, к сожалению, мы встали на путь духовности, правда, да, это дело другое, но если мы дадим себе такое задание, и на сегодняшний день есть люди, это надо поговорить с Еленой, или послушать хотя бы ее последнюю программу, я там сделал выбор, четыре категории, вот, живущих людей, вот одна из этих категорий, это люди, которые, ну, можно называть их проводниками, я бы посерегся, Богом избранные, говорить, Богом избранные, это вот, аватары, не я, боже упаси, ну, хотелось бы, но нет, вот, я как проводник, Центр Сен-Гейс, это проводник, да, действительно, это так оно и есть, ну, и хотелось бы вот именно этого понимания, не лично, скажем так, ко мне, как бы, да, вот, а только лишь как факт того, что вот здесь есть информация, которой можно воспользоваться, которой можно поделиться, чего бы, наверное, хотелось бы, вот, единственное, я не могу, скажем, вам предлагать, я могу сказать о том, что, если будет такое желание, то вы понимаете, что Грегор, он всегда больше, чем какая-то группка или один человек, но это всем понятно, я уже об этом говорил вчера, дайте информацию, что же вам, отправьте информацию, как на канал, и подписаться, ведь я же, как бы, это же не бизнес структура, вы же должны это понимать, наверное, да, тем более, что и Лена об этом уже проговорила, и София об этом говорила, да, поэтому просто лишь информация, которая может помочь нам же, частью общего Грегора, только и всего, ну, людей немного, вот, ну, все относительно, что такое 20 тысяч, а есть у Ольги Бузовой 8 миллионов, да, вот, а кто-то, вот, к примеру просто, да, перечислений много, но что эта информация дает людям, поклонникам или фанатам, или каким-то, я не знаю, полная чушь какая-то, вот, дорогие друзья, всех благ вам, с Новым годом, с новым счастьем, и мы встречаемся в новом году, и я буду этому очень рад, нашим встречам, пока.